Вот такая большая коробочка приехала первым обладателем Honor View 30 Pro. Небольшое обращение от Honor, в котором нас приглашают участвовать в бета-тестировании Honor View 30 Pro. Однако хочу заметить, что уже покупка этого телефона по сути является вступлением в ряды бета-тестеров. Весь этот бандл назвали Funs Edition, и в принципе в этом есть доля правды. В комплекте у нас естественно сам телефон и небольшой бонус в виде часов Honor Magic Watch 2. Начнем распаковку и посмотрим, что же там внутри. Естественно я выбрал синий вариант, так как он потрясающе выглядит. В комплекте у нас естественно скрепочка, внутри конвертика конечно силиконовый чехольчик, Гарантийный талон и руководство, которые нам нафиг не нужны, наверное. Сам чехольчик достаточно неплохой, но мягкий. Зарядное устройство Super Charge на 40 Вт. Ну и конечно же кабель для зарядки. Никаких переходников на 3,5 мм нет. Это немножко огорчает конечно же. Honor сильно заморочились, и здесь аж две транспортировочные пленки. Одна красивая красочная, вторая скрывает под собой уже нормальную защитную пленку на экране. Поэтому не переживайте, при снятии всех пленок защита на экране остается. Да, она начальная, но она есть. Чехол неплохо защищает камеру. Ну а теперь приступим к настройке телефона. И мне ли вам говорить, что здесь все достаточно типично, но тем не менее прощелкаем все до конца. Наконец про сканер отпечатка пальцев. Да, он расположен в кнопке питания, и это отличное решение на мой взгляд. Но требует привычки. Точность высокая, но переучиваться некоторым придется. И наконец мы дошли до самого-самого важного. Перенос приложений. Так как в любом случае вы будете переходить с какого-то другого смартфона. И часть приложений вам хотелось бы увидеть уже сразу на новом. Типичное приложение Phone Clone для всех Huawei. Которое предлагает принести приложения. Конечно же не все, так как часть не поддерживается. Но в общем-то больше половины. И после успешной отправки приложений мы смотрим, что же получилось. Почему-то именно здесь теперь нам предлагают воспользоваться жестами, обучают. Не очень понятно. И наконец. Смотрим, что у нас получилось. И как мы видим, приложение перенеслось достаточно много, в том числе игры. Сразу хочу сказать, что не все приложения будут работать, так как они завязаны на лицензирование, которое осуществляется Google Play. Но однако, если посмотреть на старый телефон, переехало действительно много. Ну а теперь давайте пробежимся быстренько по магазину приложений Huawei. Здесь до сих пор нет никакой альтернативы Васабу, естественно. Никакого телеграмма, зато есть Viber, о господи. И ВКонтакте. Ну и вообще в целом, как вы видите, с мессенджерами здесь все плохо. Зато Яндекс.Сервисы представлены в полной красе. И это, в принципе, достаточно неплохо. К моему удивлению, уже есть клиенты Сбербанка и Тинькоффа. Дело за малым, пригласить остальных в виде альфы и прочих. Ну а теперь давайте перейдем к самому интересному. Это установка Google Play и сервисов Google. Я испробовал несколько способов, в том числе восстановление из бэкапа от Mate 30, установка АПК-шек вручную и потом их регистрация, но это работало все очень-очень криво. Данный способ на текущий момент работает нормально и требует меньше всего действия. Вы просто запускаете АПК-шку, запускаете Repair и все. Убеждаемся, что в настройках также появился Google. Осуществляем ход, хочу заметить, с первого раза. И, конечно, бежим в Play Market. Google Play защита уже включена, ну а для проверки попробуем посмотреть на установленные приложения. И здесь я еще раз обращу внимание на другие способы установки Google сервисов. В них у меня не отображались установленные приложения вовсе. Соответственно, и обновления никакие не хотели накатываться, хотя сами приложения устанавливались. Однако некоторые приложения, которые требовали проверку лицензии, все еще не работают. Это лечится только переустановкой. Ну и, наконец, установка Instagram, который не захотел переноситься вместе со всеми. Ну и заодно проверка, что сохраненные пароли Google Smart Lock также работают. Ну а на этом все. В следующем ролике про Honor View 30 Pro я сравню его камеру с Galaxy S10 Plus и Mimix 2S. Почему не S20? Да потому, что он ему не соперник хотя бы только по цене. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ставьте лайки. И до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok